Продолжаем выпуск. Что общего между карачаевцами, балкарцами и венграми? История, культура и язык, считают гости из Венгрии, ученые-тюркологи, прибывшие в Карачаево-Черкесию, чтобы собрать фольклорный материал. Сегодня они в рамках года столетия газеты «Карачаев» встретились с коллективом из Дания, поздравили с предстоящим юбилеем и поучаствовали в небольшой тематической пресс-конференции. Мадина Каракетова продолжит. ПЕСНЯ 85-летняя жительница Черкесска Даумхан Блимготова исполняет песню. Абаули Мара, ученые-тюрково-гизвенгерской академии наук Давид Кара и Акуш Гиргей, все скрупулезно записывают – и текст, и живое исполнение. Они уже много лет собирают песни, музыку и предания тюркоязычных народов. Даумхан Блимготову специально пригласили в редакцию газеты «Карачаев», чтобы она вживую исполнила для их гостей старинные карачаевские песни и напевы, которые она знает в большом количестве. В течение нескольких дней венгерские ученые-тюркологи посетили балкарские и карачаевские села, общались со старожилами, учеными-языковедами и историками. И эта работа была весьма плодотворной, рассказывает гости коллективу газеты «Карачаев». «Мы нашли много песней, записали более чем 170 мелодий. И я уже 24 лет продолжаю эту работу и нашел приблизительно 8 или 10 таких мелодий, которые никогда еще не слушал. Ну и такие мелодии мы нашли, которые являются мелодическими вариантами мелодических типов венгерской народной музыки. Так близкие варианты нашим народным мелодиям. И это наиболее интересно для нас». А интересно-то потому, что у венгров, карачаевцев и балкарцев от ни корни считают венгерские ученые-тюркологи. Их предки на территорию современного венгерского государства перебрались еще в IX-X веке из территории Кавказа. Гости рассказали, что им удалось собрать внушительную коллекцию народной музыки. Ее можно послушать на специальном сайте, который они также в рамках этой работы создали. На сегодняшний день в этой коллекции более 3500 песен и мелодий, говорит Ахош Гергей, в планах ученых-тюркологов Венгерской академии наук, издания монографии и тюркоязычной фольклоры народов Северного Кавказа. Коллектив газеты «Карачаев» также сделал актуальный подарок гостям. Они нам принесли информацию и мы поделились тем, что есть у нас. Еще и на радио у нас очень огромный фонд, народные песни, песни в исполнении хора радио. Это уже много лет тому назад записывалось, поэтому думаю, что это тоже ценно. Мы это все закинули им, флешку, и около 300 песен мы им уже подарили. Возможно, эти песни фольклористы уже и слышали, но прелесть народного творчества в ее вариативности считает Сальма Кармазова и уверена, что эта встреча была не просто интересной, но и полезной для всех ее участников. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.